Друзья, привет! Это мой новый видеопроект, где я вам буду рассказывать про линейку автомобилей Автоваза и не только. Здесь мы с вами сделаем обзор, узнаем характеристики и цену автомобиля. Вам приятного просмотра! Итак, ребята, начнем с багажника. Автомобиль универсал, открывается он с кнопки. Салона нет кнопки у него, да? Только отсюда открывается? На пультах управления есть клавиши разблокировки багажника при закрытом автомобиле. Ну и если говорить об объеме багажного отделения, то у нас представлен он 460 литров. Багажник довольно-таки грамотно и хорошо организован. Здесь есть для закрытия гибкая шторка, которая позволяет вам изолировать часть багажного отделения от салона. Естественно, она снимается довольно-таки легко. Всего лишь надо будет убрать, нажать на клавишу. И трансформируется дальше ряд сидений. То есть складывается, вы получите огромный багажник за счет того, что у вас будет ровный пол. Если говорить о автомобиле, о багажнике далее. Данная комплектация у нас представлена с фальшполом. В фальшполе есть два органайзера, то есть это передний органайзер и точно такой же задний органайзер. Сюда можно положить все ваши необходимые инструменты, средства для ухода за автомобилем. А под органайзером у вас будет спрятано уменьшенное запасное колесо 15-го радиуса. Ну и есть инструмент представлен. То есть это домкрат, баллонник, буксировочный. Сеточка, которая позволяет вам зафиксировать груз с боковой части. Это то, что идет серийно с автомобилем. Ну а также, если обратить внимание, организация багажника очень правильная. То есть это правильно, прямоугольная форма. Есть крепление для сеток. То есть закрепить груз, перевозимый вам в багажник, чтобы он не был густыхался, уже получится в данном автомобиле. Если еще о приятностях, это есть небольшой закрытый органайзер. Сюда вы можете убрать... Есть, самое главное, мягкий он, да? Ничего греметь, а металл не гремело по металлу у вас. Отличие. Трансформация довольно-таки легкая. Сверху над органайзером у вас представлена розетка на 12 вольт. Хочу отметить, что в автомобилях сразу три. Это в багажном отделении, это для задних пассажиров и в передней части автомобиля. Отлично. Все понятно. Давайте перейдем на задний. Ребята, напомню, мой рост метр восемьдесят два. Задний ряд сидений. Вот я с моим ростом, метр восемьдесят два, вполне очень удобно здесь помещаюсь. Смотрите, расстояние примерно как в Ниве пятидверное, наверное. Расстояние вполне-вполне приличное. На пассажирском сидении сидел я, отодвигался почти полностью, и тоже расстояние есть. Очень удобно находиться в этом автомобиле, ребята. Это, как я понял, двигатель 1,8, 16-клапанный. Да, все правильно? 16-клапанный, да, 122 лошадиные силы. Как видите, организация багажного подкапотного пространства очень грамотная. То есть, доступ для стеклоомывающей жидкости у вас представлен здесь. Здесь также у вас будет антифриз, в самом-то себе двигатель, аккумуляторная батарея, фильтр. То есть, а позже вот такой двигатель довольно-таки легко и просто. Можно поменять быстро фильтр, слить, залить масло. Данная машина комплектуется механической коробкой передач. Есть также в линейке двигателей. Это двигатель 1,6, 106 лошадиных сил с механикой. Есть двигатель 1,6, 113 лошадиных сил. Будет стоять бесступенчатая коробка передач на автомобиле. То есть, вот три варианта двигателей и три варианта коробок. То есть, на механике здесь стоит от Альянса, Renault-Nissan, в данном случае с мотором 1,8. С двигателем 1,6, 106 лошадиных сил будет стоять обычная ладостная механика. Ну и, соответственно, с двигателем 1,13 лошадиных сил будет коробка стоять вот джанка. Понятно. Люди интересуются, втыковые или бестыковые поршни здесь стоят установлены. С двигателем 1,8 будет идти поршневая группа без проточек. А если говорить же двигателе 1,6, поршневая группа идет в проточек. То есть, так называемое, бестыковое поршневое. Все понятно. Ну, давайте прокатимся. Прокатимся на автомобиле за рулем. Сразу посадка, конечно, очень удобная. Сиденье, боковая поддержка имеется здесь. И мне с моим ростом очень и очень здесь удобно и комфортно. Так, здесь имеется зеркало. Пассажиры тоже. Ух ты, это удобно. Иногда, конечно, нужно зеркало иметь. Так, что мы здесь имеем? Глонасс, подсветка, да? Да. То есть, все, в принципе, как стандартного автомобиля в современном, да, идет? Да, все очень интуитивно, понятно и легко читаемо, и также управляемо. Все идет на светодиодных подсветках. То есть, лампочки служат довольно-таки долго, и свет имеет приятный мехик. Отлично. Здесь подсвечиваются колодцы, я правильно понял? Да. Белолунный след. Отлично, очень удобно. Потому что раньше колодцы не подсвечивались, только в ночное время, когда включались габариты, что-то было видно. Сейчас вот даже солнечная погода, и все вполне видно. Ну, давайте пристегнемся. Так, подлокотник, да? Сразу здесь имеется. Это все за завод идет, правильно? Да, машина была в основном, в данном случае, исполнение. То есть, подлокотник у нас отшит эко-материал, но для того, чтобы он услышал гораздо дольше, выглядел более эстетично. Ну, классно. Механическая коробка передач. Что здесь у нас по кондиционеру, расскажи? Сейчас у нас машина идет в комплектации люкс-мультимедиа, то есть, имеется климатическая система, однозонная. У нас выставлено 24 градуса, и машина встает в положении авто. То есть, автомобиль автоматически распределяет и интенсивность подачи воздуха, и скорость направления подачи воздуха. Также регулируется, естественно, температура. Можно управлять им как в ручном варианте, так же вот оставлять в автоматическом. По управлению здесь также есть подогрев заднего стекла и зеркала, он завязан на одну клавишу. И отдельной клавишей можно сейчас включить, это подогрев лобового стекла. Подогревается в данной комплектации также у нас еще и руль. Кнопка отдельно вынесена на управление на руле, рядом с управлением аудиосистемой. И имеется трехуровневый подогрев сидений передних. Да, вот, смотрите. И регулируется он в зависимости от интенсивности, которую вы хотите выбрать. Очень удобно. Так, розетка, как вы говорили, да? Розетка, как я говорила, это из передняя. И чуть выше это вырез под USB и AUX. Ну, а давайте прокатнемся, поговорим, какие системы электронные помощники здесь установлены. Можно по высоте регулировать. Да, то есть, да, я вижу. Здесь вот слева есть растяжок, называется лифт сидения, да? Правильно я говорю? Сиди. То есть, можно поднять, опустить, смотря под ваш рост. Вот я сейчас опустил. Я почти не вижу капот. И надо мной, ребята, расстояние очень и очень высокое. Хотя я метр восемьдесят два. Это достаточно круто, я бы сказал. Механическая коробка передач установлена. Максим, расскажи, какие тут электронные помощники вообще установлены. Вот эта комплектация как читается вообще, какая она? Это предмаксимальная комплектация, если вы уже простым языком говорите. Называется она люкс-мультимедиа. Что касается систем безопасности, здесь машина ведет сразу же, как любой современный автомобиль, естественно, АБС. То есть, система, которая предотвращает блокировку колес, когда вы применяете экстренное торможение. Также система распределения тормозных усилий. Допустим, ваше одно колесо попало на лед, а второе на асфальте. И машина будет стараться максимально, чтобы вы ровно остановились. В автомобиле, помимо этого, есть помощь при экстренном торможении, которая увеличивает давление тормозной системы. Но это что касается при торможении. Теперь, что помогает вам тронуться? Это антипробуксовочная система. Она распределяет крутящий момент между левым и правым колесом. За счет того, что одно колесо, которое имеет проскальзывание, оно начинает притормаживать. Тем самым позволяя вам более эффективно тронуться, допустим, на льду. Чтобы вам было проще тронуться в горку, здесь есть помощь при трогании в горку. Когда тормозные колодки, когда вы считаете, что вы на уклоне автомобиль, система держит колодки порядка двух секунд. Позволяя вам включить передачу и начать движение, не откатываясь назад при этом. Да, это очень удобно. Ну и сейчас началась зима. Очень часто многие водители могут столкнуться с такой проблемой, что машина начинает заносить. Здесь стоит система курсовой устойчивости, которая позволяет стабилизировать автомобиль при заносе. Ну и естественно, занос становится чуть более управляемым и предсказуемым. Все, естественно, это работает за счет того, что притормаживаются по отдельности колеса, левое, правое, в зависимости от ситуации. Так, хочу сказать, что вот нахожусь за рулем, очень мягкое сцепление, коробка передач переключается очень плавно и очень комфортно двигаться. На этом автомобиле. Давай поговорим по ценам. Вот есть универсалы, минимальная цена и максимальная цена. Вот примерно, скажи, какие разбеги. Вот у нас на тест-драйве версия кросс. Автомобиль в таком версии кросс начинается на данный момент 866 900 рублей. Здесь, естественно, это будет уже хорошая комплектация, называется она комфорт. То есть у вас сохранятся больше кнопки управления аудиосистемой и круиз-контролем также на руле. Будет заводская аудиосистема с монохромным дисплеем, правда. Также будет кондиционер, также будет подогрев сидений, красивые 17-й легкосплавные диски. Тот же самый парктроник у вас сохранится. Двигатель будет 1.6-106 л.с., механическая коробка передач. Тестируемый автомобиль составляет цена у него 985 900 рублей. Это стоимость, естественно, без учета окраса и дополнительных аксессуаров. А вот говорят, что кузов оцинкованный на Вестах идет. Это правда? Да, в универсалах идет кузова полностью оцинкованный вместе с крышей. Если же у Весты седан, то крыша идет неоцинкованная. Опять-таки, все автомобили окрашены с грунтом. Лакокрасочное покрытие у них имеет довольно-таки хорошее свойство, стойкость к коррозии. А доплата за цвет тоже какая-то идет? Это на какие цвета распространяется? Белый цвет идет, серийный цвет автомобиля. Доплата за цвет металлик идет 12 тысяч рублей. И есть у нас серебристый бежевый цвет, называется карфаген. За него доплата 18 тысяч. Еще вопрос по двигателю. Когда автомобиль только 1.8 двигателя выпустил, автоваз, были замечания, что жор масла было. Это сейчас присутствует или устранили? Совершенно верно. Поначалу на данных двигателях наблюдалось такое техническое, конструктивное особенность, как употребление масла. В дальнейшем была изменена конструкция в прыжневых группах, поменена она была и на данный момент устранена данная неполадка. Классно. Еще вопрос тогда. Когда покупаешь новый автомобиль, он должен обкатываться, как вот раньше было там определенное количество километров, нужно там при 20 километрах проехать. Или же когда автомобиль выходит с конвейера, он уже обкатанный? На данный момент все двигатели проходят так называемую не холодную обкатку. То есть вы можете, естественно, эксплуатировать автомобиль сразу. Но все-таки есть рекомендации, что первые 3 тысячи километров более считающий режим эксплуатации автомобиля. Это позволит увеличить его ресурс гораздо больше. Гораздо больше тысячи километров. То есть в процессе обкатки все-таки не стоит завышать обороты свыше 4 тысяч, пуксировать, допустим, какие-то тяжелые автомобили, прицепы. Такой более считающий режим ей нужен. Понятно. А расход примерно на механической ротке передачи с двигателем 1.8 именно универсалом? В таком исполнении мы даже сейчас можем проверить, какой у нас расход выходит. Исходя из тестовой поездки. 13,5. 13,5, с учетом того, что машина весь период съемки стояла на пластых оборотах. Ну да, и в принципе на ней же по трассе мало катать. Она же как бы для клиента в основном холодный запуск, небольшой пробег и опять ставится в холодный, так сказать, склад, да? Где снаряд ждет своего клиента. Поэтому расход, конечно, если на ней кататься по трассе со скоростью 100-110 или 120 км в час, то естественно расход будет намного ниже. Вот сейчас мгновенно расходы, то есть если обратить внимание, там порядка от 6 до 8 литров колеблется. То есть в городском эксплуатации у вас будет расход в районе 9-10. Так, динамику можно проверить буквально метров 100, да? Так, ребята, давайте прокатнемся. Подхватывает двигатель бодро. Вторая передача. 60 км в час. 4000 оборотов. Третья передача. Ну, 90 км в час. Где-то 4-100. Но мы в черте города, поэтому нарушать правила дорожного движения мы не будем. Двигатель бодрый. Я считаю, что вполне хватит для большой семьи перевозить полный салон людей. Сейчас мы здесь проедем. Пропустим. Я считаю, что автомобиль, ребята, своих денег стоит. Тем более кузов оцинкованный. Двигатель хороший. Я бы себе такой автомобиль, конечно, купил. Едем сейчас на стоянку Lada Service, Волгоградская, 5. Если вам понравился обзор автомобиля, пишите комментарии, что бы вы хотели, чтобы в следующем видео мы протестировали. И пишите вопросы, что бы мы задали Максиму, что бы он на них ответил. Люди там работают грамотные, проходят обучение, все про автомобили знают. Про все системы электронные. Так что пишите комментарии. Будем задавать вопросы Максиму. Да, мягкий автомобиль, удобный, конечно, классный. Мне очень понравилось. Еще хотел бы просить вас, ребята, напишите, кто имеет такие автомобили. И у кого какие сложности с этим автомобилем есть. Возможно, что-то у вас вышло из строя быстро. Ну вот, приехали. Волгоградская, 5. Где мы автомобиль и оставим. И на этом с вами, ребята, мы прощаемся. Всем пока-пока. О, смотрите, какая штука классная. Камера. Все, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok